На закате чарующий вид на Париж открывается с его самой красивой улицы, в водной глади сены. В прошлом Телли Гамбье, капитан речного трамвайчика Батумуш, работал на заводе. Я был рабочим на шинном заводе «Континенталь» в Клируа. Завод закрыли, а здесь работал мой кузен. Так я и оказался на Батумуш. Я вырос в семье моряков и сюда умею водить с 8 лет. Это как велосипед. Такие навыки не теряются. История речной компании Батумуш началась благодаря Жану Брюэлю. На этом снимке он сфотографирован вместе с дочерью. Отец Шарлотты в 1949 году купил один из последних паровых катеров. Так началась история речных экскурсионных прогулок по сене. После войны был всплеск энергии, новых идей. Всем хотелось вновь сделать Париж центром мира. Сегодня флотилия Батумуш насчитывает 15 судов. Отправления каждые 30 минут. В мастерской под мостом Альма механики неустанно чинят вышедшие из строя детали. Работы у нас хоть отбавляй. У Пьеррика также нет времени скучать. Перед отправлением капитан проверяет систему управления своего судна. Леспуар может принять на борту до 700 человек. Курс на мост Александра Третьего. Эту жемчужину архитектуры достроили к Всемирной выставке 1900 года. Больше века днем и ночью сверкают его золоченые аллегорические скульптуры. По золоту для них делают за 600 километров от Парижа. В этой литейной мастерской в Альпах из слитков нарезают драгоценную фольгу. Последние оставшиеся во Франции мастера по золотчике делают листки сусального золота толщиной менее микрона. Ими украшен, например, купол собора инвалидов. Выше по течению дворец королей Франции, ставший самым большим музеем в мире. Париж великолепен, Париж прекрасен. Самое красивое место? Ну, для пассажиров это южный рукав Сены от Монетного двора до Нотр-Дам, вокруг острова Сете. Ну, а для меня нет ничего лучше, чем вернуться в 22.45 на стоянку без проблем на судне. В Париже 37 мостов связывают берега Сены. У некоторых очень низкие пролеты, поэтому рубки судов Батумуш оснащены специальной гидравлической системой. Мы регулируем положение кабины в зависимости от уровня воды. Опускаем рубку, чтобы пройти под мостом с зазором в полметра. Работа речников напрямую зависит от уровня воды в Сене. В прошлом году мы не работали неделю, потом еще три недели. Мы просто не могли пройти под мостами, даже максимально опустив кабину. Из ночной темноты выступает величественный фасад Нотр-Дам. Собор выстоял при пожаре и по-прежнему возвышается над островом Сете. Разворот у моста Аустерлиц, и корабль спешит вниз по Сене, чтобы успеть к зажжению огней Эйфелевой башни. Это гвоздь прогулочной программы. Сейчас зима, а летом тут движение как на кольцевой автодороге. Один за одним все чуть не толкаются в поисках лучшего места у Эйфелевой башни, например. Кадры сменяются как в кино, и статуя свободы вежливо уступает место железной даме Парижа.